День с толком Первая партия на выход. У нашей коллеги закончились две недели самоограничений. Штраф до 40 тысяч в край выявили более 70 нарушителей карантинного режима за сутки. Не повод унывать, как на самоизоляции празднуют День смеха. День с толком И добавила, что регион в этом плане находится только в начале пути, поэтому все граждане на период пандемии должны следить за ограничениями и соблюдать элементарные правила. Это личная гигиена. Это ограничить посещение мест, где может быть скопление людей. Выходите из дома только по необходимости. Либо это работа, если вы работаете в тех организациях, которые продолжают осуществлять деятельность. Либо это покупка лекарственных препаратов, аптека ближайшая, либо это покупка продуктов. Напомним, третий больной коронавирусом зафиксирован на Алтае. Он, как и двое других, находится на лечении в инфекционном отделении 5-й горбольницы. Кстати, там готовятся к наихудшему сценарию. Для тяжелых пациентов закупили специальное оборудование. Подробности далее. К ней может подключиться как аппарат для того, чтобы через маску больному подавать кислород. Либо может подключиться аппарат искусственной вентиляции легких для более тяжелых больных. Вот такие кислородные датчики гастроэнтерологическому отделению вообще-то без надобности. Но сейчас в этих палатах готовятся принимать больных коронавирусом. В 5-й городской больнице полным ходом идет вынужденная реконструкция. Тяжелых пациентов, именно как бы мы, не предлагается ведение. Мы ведем пациентов с легкой степенью тяжести вывести. То есть осмотр, прием, первичный осмотр, оценка жизненных важных функций. То есть и назначение первичного лечения обследования пациента. При необходимости лечения стопутствующих заболеваний. В этом отделении при необходимости могут наблюдаться 19 человек. Всего в больнице в режим повышенной готовности переведут 7 отделений. В том числе реанимационные. Большой штат у нас, потому что у нас на данный момент 3 реанимационных отделения. Это вот наше специализированное реанимационное отделение. На данный момент общая реанимация есть. Это больше 30 специалистов в точном связи. Данная аппаратура в целом сложна в использовании. А самое главное – это ведение таких больных за видом тяжелой. Новых аппаратов 30 штук. Они будут дышать за тяжело больных пациентов, чьи легкие сами не справляются. Пока в больнице осталось более 300 человек. Трое из них в инфекционном отделении с подтвержденным коронавирусом. Пациенты поступают у нас разные. Мы кому-то подтверждаем, кому-то снимаем. Это естественно психологический стресс всегда для пациента. И поэтому люди занимаются своим делом, врачи. Пациенты лечатся. Я абсолютно уверена, что там будет благополучный, хороший исход. В Пятой городской подготовили не только оборудование и койки. Врачи прошли обучение. Теперь они умеют справляться со сложными аппаратами искусственной вентиляции легких и проводить первичный осмотр пациентов с подозрением на коронавирус. В больнице для людей с подтвержденным диагнозом могут освободить свыше 300 мест. Главное, чтобы они не понадобились. Дарья Демилер, День с толком. Напомним, с сегодняшнего дня губернатор Виктор Томенко ввел на территории Алтайского края режим самоизоляции. Пока бессрочный. Теперь к тому, что люди должны находиться дома, нужно относиться более ответственно. Но все это меры по-прежнему рекомендованные. Так что жителям делать можно, а что делать с осторожностью, сейчас расскажем. Судя по тексту документа, внимательнее стоит быть пожилым людям старше 65 лет. Они, напомним, чаще всего попадают под удар коронавируса и переносят болезнь тяжелее. Так вот, им теперь строго предписано сидеть дома. Исключения составляют лишь общепринятые нормы. Экстренное обращение к врачу, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора. Впрочем, эти же меры являются исключениями и по отношению ко всем жителям края. Я поставил также задачу перед главами городов и районов проконтролировать, чтобы все требования по временной приостановке работы были выполнены. Нарушителей будут привлекать к ответственности. Роспотребнадзор при поддержке полиции и прокуратуры уже начали проводить рейды. В случае выявления нарушителей сотрудники полиции собирают материалы и направляют в Роспотребнадзор для принятия решений. В теории я могу предположить, что если сотрудники полиции увидят пожилого гражданина, в любом случае они выяснят причину появления его на улице. Потому что пожилые граждане, они, как правило, зависимы медикаментозно. Однако, как сообщили в ведомстве, пока дополнительных документов по этому поводу нет, как и юридической практики, предписаний или штрафов. Сегодня в медицинские и социальные учреждения БИСКО поступили антисептики. Экстренную помощь в борьбе с вирусами оказал фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. 40 коробок со спреями должно хватить на две недели, пока не наладится централизованная поставка официальных ведомств. Сегодня только в поликлинике Центральной городской больницы за одну смену врач-терапевт принимает на фильтре до 20 человек. И потому помощь фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева оказалась своевременной. Эти спреи необходимы для сотрудников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Это терапевты, сидящие на приеме, это терапевты, сидящие в фильтре, в кабинете неотложной помощи, для обработки рук персонала и пациентов. ЦГБ, больницы номер 4 и 2, поликлиника номер 1, детские поликлиники первая и вторая. Коробки с антисептиком в каждом медучреждении встречаются с искренней благодарностью. О, спасибо от всего сердца, огромное спасибо. Это очень здорово, это так необходимо в наше время, когда их нет. Вот этого средства борьбы с коронавирусом, ну нигде не взять, это большая помощь. А это комплексный центр социального обслуживания населения Бийска. Здесь тоже не обойтись без антисептиков. За день один социальный работник обслуживает 11 пожилых пациентов. И тут же сверхзадача и самим не заболеть, и беззащитных стариков не заразить. Когда приходим к бабушке, моем руки с мылом, потом садимся, продукты все выкладываем, садимся писать, что купили, все такое, побеседовали, все это в маске, все это. Потом кончаем, когда посещение, тогда опять моем руки, теперь будем руки с спреем обрабатывать, который защищен от вируса. Женщина признается, пытались сами делать дезинфицирующие средства, но их надежность проверить невозможно. Работать надо, беспомощных людей не бросишь. Очень своевременно, потому что у нас на социальном обслуживании в данный момент находится 659 граждан пожилого возраста и инвалидов, которые получают социальные услуги на дому. Их обслуживают 62 социальных работника, которые в штатном режиме предоставляют услуги в полном объеме. И как раз антисептический средств для обработки рук у нас катастрофически не хватает, и эта помощь нам весьма важна. Вопросы индивидуальной безопасности сегодня актуальны как никогда. Первый удар любой инфекции всегда принимают на себя медицинские и социальные работники. И поэтому депутат Государственной Думы Александр Прокопьев передает им первую партию антисептиков, выпущенных Валаром. В соцсетях разворачивается настоящая травля жителей края, которые недавно вернулись из-за границы. По мнению многих людей, те, кто в последний момент не отказался от отпуска, безответственные граждане. А тем временем наша коллега Ирина Корчагина, которая две недели назад вернулась из Таиланда, узнала результат теста по коронавирусу. К счастью, он отрицательный. Последний день строгого карантина. Правда, даже завтра Ирина не сможет ощутить весь вкус свободы. Во время ее самоизоляции вышел указ губернатора об ограничениях. Закрыты торговые центры, рестораны и кинозалы. Зато сходить в магазин за продуктами она, наконец-то, может сама. Просить друзей и коллег больше не придется. Психологически я довольно просто перенесла режим самоизоляции. Но вот меня очень сильно расстраивает настроение людей, которые предлагают сжечь, расстрелять, расчленить всех, кто недавно вернулся из-за границы. Я ни в коем случае здесь не оправдываю нарушителей карантина, которые, правда, безответственны. И здесь имеет место быть уголовной ответственности. В начале марта никто не знал, что мир так сильно изменится, когда все покупали путевки. Пандемии не было. Кто из вас месяц назад успел купить доллары? Кто закупился туалетной бумагой, антисептиками и гречей? Никто. Никто ни о чем не знал. И туристы тоже. Больше всего, говорит Ира, ее удивляет позиция местных журналистов, которые интересуются, на какие деньги домохозяйка летала в Доминикану или как эта чиновница улетела в Таиланд в разгар эпидемии. Ирина считает, что сейчас у представителей СМИ должна быть другая роль. И это точно не разжигание ненависти между людьми. Ведь всем нам сейчас нужно сплотиться и пережить это непростое время. Дарья Демиллер, Ирина Корчагина. День с толком. От колеса обозрения в Изумрудном парке остался один скелет, а скоро не будет и его. Зачем демонтируют аттракцион и появятся ли на его месте новые, узнавала Анастасия Дороган. Уже несколько дней рабочие оголяют колесо обозрения. Символ парка с 80-х годов скоро исчезнет. После того, как в феврале 2019 Изумрудный вернули в управление региону, стало известно, что части объектов по документам нет. Официально не существовало скалодрома, бассейна, колесо обозрения. Тогда заявляли, что его судьба решится, а потом причислили к аварийным объектам. Осенью 2019 года суд вынес решение демонтировать это колесо обозрения. Срок установили до апреля 2020. Здесь уже нет кабинок, все двигатели вынуты. И сейчас речь идет о том, чтобы подогнать сюда краны для полного разбора конструкции. Но колесо не просто демонтируют. Как сообщил руководитель фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев, аттракцион ждет вторая жизнь. В Казахстане его купили. Там производитель его переделывает. Его закрыли не потому, что оно аварийное, а потому, что оно тросовое. Конструкция устаревшая. То есть обновят привод и все, и оно будет дальше в другом городе работать. Рабочие поясняют, что колесо разберут до размера отдельных труб. Предварительно на это уйдет не больше недели. Правда, когда груз получит новый владелец, пока непонятно. А вот в Изумрудном другого колеса не предвидится. Концепция обновленного парка – тихий и семейный, где не место такому аттракциону. Кстати, новый облик Изумрудного должны презентовать по расписанию. Сейчас, конечно же, мы все работаем удаленно, но это не мешает нам выполнять свои задачи. Так, например, буквально сейчас мы провели совещание с группой архитекторов, которые разрабатывают проект парка. Проектные работы идут по графику. Надеюсь, что и сами работы по остановлению парка будут произведены в полном объеме согласно нашим планам. К концу года в Изумрудном должны высадить деревья, сделать освещение и построить велосипедную дорожку. Руководители настраиваются, что пандемия реализации не помешает. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Несмотря на коронавирус, алтайские бойцы примут участие в новосибирском турнире и сделают это безопасности для здоровья. Онлайн. В социальной сети ВКонтакте участники соревнований будут выкладывать записи своих видеовыступлений. Как записывают такие видео в следующем сюжете. То, что сейчас делает Никита, называется туль. И чтобы все получилось, необходимо было убрать практически всю мебель. Как и многим другим семьям, где растут спортсмены. В тэквондо есть два соревновательных раздела. Это спарринг и туль. Туль не предполагает контакта, поэтому его можно оценить в виде видео. И поэтому новосибирская сборная проводит турнир между Алтайской Федерацией, Новосибирской и Омской. А вот так туль выглядит на выездных соревнованиях. Туль – показательная отработка техники боя. Выступать на соревнованиях из дома не так волнительно, как на выезде, рассказывает Никита. Он занимается тэквондо почти 10 лет. Со своих шести. Вот на днях он должен был лететь в Москву на сборы в составе сборной России. Но все отменилось. И в том числе поездка на чемпионаты Европы в Чехии. Каждый день следили за ситуацией развития. И в итоге вот сегодня даже тут и Бурнауле страшно. Не говоря уже о Европе и Москве и всех остальных регионах. Для того, чтобы стать участником соревнований, нужно просто отправить видео. Чемпионов объявят после 11 апреля. Главное условие – чтобы спортсмен не выходил из кадра и все движения было четко видно. Оценивать ролики будет судейская коллегия. Тоже удаленно. Дарья Демиллер, Илья Халяпин. День с толком. В период пандемии сложно расслабиться, тем более веселиться. Но 1 апреля никто не отменял. И, как известно, юмор – профилактика всех болезней. Барнаульские веселые и находчивые, как и все, находятся дома. И сегодня своими улыбками хотят поддержать тех, кто находится в режиме самоизоляции. Сегодня 1 апреля. Традиционно в этот день все друг друга начинают подкалывать, шутить. Но так получилось, что сегодня не до смеха. И тем не менее я призываю всех, во-первых, быть на самоизоляции, дома. Ну и заботиться о близких и о цветах. Известный сын лейтенанта Шмидта, Виталий Гасаев, без песни свою жизнь не представляет. 1 апреля нынче отмечают не в компании зрителей и друзей по цеху, а дома. Но настроение все равно отличное. Сибирский характер проверен ветрами, его закалила. Седая тайга, если ты смел, все равно сиди дома. Ведь дома надежней наш дом на века Сибирь. Дорогие друзья, поздравляю вас с 1 апреля. Желаю вам самое главное никогда не падать духом. Наши соседи из Новосибирска устраивают онлайн-трансляции своих игр. А молодые юмористы из команды КВН «Счастливо» предлагают совместно с родными разыграть домашнюю игру КВН. Стесняетесь вы, боитесь, не получается у вас. Это все будет исключительно для вас. Сотрагивайте темы и шутите о том, что вам близко всем вместе. И повеселитесь. Потому что я считаю, что сейчас людям как никогда нужен смех. Сами ребята с начала выходных запустили внутренний челлендж. Решили не бриться до конца самоизоляции. Ждем новую пословицу. Чем гуще борода, тем длиннее карантин. Сейчас непростое время, но оно может пройти гораздо легче, если относиться к нему с юмором. Никита Ермаков. День с толком. А на этом у меня все. В конце выпуска о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А сейчас покажем наш ролик о простых мерах предосторожности в период пандемии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok